Новый посол США в Казахстане Уильям Мозер вручил верительную грамоту президенту страны Касым Жумар Токаеву. Американский дипломат отметил, что рад вернуться в страну. 20 лет назад Мозер уже работал в посольстве США в Казахстане. Он подчеркнул, что за это время уровень жизни людей улучшился, а государство превратилось в лидера на центрально-азиатском пространстве. Американский дипломат – первый иностранный посол, вручивший верительную грамоту новому президенту Казахстана. Экономические отношения Нур-Султана и Вашингтона укрепляются. Товарооборот двух стран в 2018 году превысил 2 миллиарда долларов. Выражаю свою уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами достигнет новой высоты. Спасибо. Ракмет. Бройлерную птицефабрику мощностью 20 тысяч тонн мяса птиц в год запустят в Байзакском районе Жамбылской области. Полная реконструкция объекта начинается в апреле. Инвесторы проведут модернизацию зданий ранее действующей птицефабрики. Проект стоимостью почти 12 миллиардов тенге реализуется в селе Морзатай. По словам местных властей, на фабрику уже завезли немецкое оборудование. После запуска предприятия будет создано 680 новых рабочих мест. Проект позволит обеспечить продукции внутренний рынок и наладит экспорт. Мясо птицы планируют отправлять в Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В конце 2019 года начнется уже ввод в эксплуатацию 12 птичников, где будут запущены птицы. И в январе 2020 года начнется выпуск мяса птицы. После полного запуска объекта намечается дополнительное построение в бюджет в размере около 500 миллионов тенге в год. Уровень доверия европейских финансовых институтов к Беларуси значительно вырос. Эту информацию сообщили в Министерстве финансов во время специализированной международной конференции, которая проходит в Минске. Генеральный спонсор форума – Беларусьбанк. Только за прошлый год он привлек более 2 миллиардов в белорусскую экономику. Это поддержка значимых для страны инвестпроектов и экспортеров. В числе партнеров финансового института уже более 100 компаний по всему миру. Этот список постоянно расширяется. На текущий год у нас в различных отраслях экономики Беларуси серьезные проекты. Это, в первую очередь, нефтегазовая сфера, во вторую очередь, безусловно, промышленность, это сельское хозяйство, это транспорт, новый подвижной состав для железной дороги, энергетика. Улучшая финансовый, экономический климат во взаимоотношениях, мы удешевляем ресурсы, привлекаемые с зарубежа, чем повышаем эффективность и конкурентоспособность наших предприятий. США не имеют права требовать от России отозвать из Венесуэлы своих военных специалистов и прекратить любое сотрудничество с этой страной. Об этом заявила официальный представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова в ответ на призыв Дональда Трампа к России уйти из Венесуэлы. Накануне Дональд Трамп в Белом доме встретился с женой самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуангайда Фабиано Рассалос. Как пишет Associated Press, в то время как супруга лидера оппозиции пытается заручиться международной поддержкой мужа, совершая турне по соседним странам, сам Гуайда продолжает борьбу с режимом Мадуро в Венесуэле и вновь призывает людей выйти на улицы. Около месяца в Венесуэле наблюдаются перебои с электроэнергией. Гуайда винит режим Мадуро в плачевном состоянии энергосистемы. Официальный же Каракас считает, что это результат кибератаки США. Российская сторона ничего не нарушала ни международных договоренностей, ни внутреннего законодательства Венесуэлы. Россия не меняет баланса сил в регионе. Россия никому не угрожает, в отличие от граждан в Вашингтоне, чьи заявления только что процитировала. Отдыхать в Беларуси и инвестировать в IT-компании. В том, какие сферы белорусской экономики наиболее интересны американскому бизнесу, рассказала временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур. Глава дипмиссии побывала в Гродненской области. С губернатором обсудили возможные направления регионального сотрудничества. Пока объем торговли области с партнерами из Соединенных Штатов невелик. Около 35 миллионов долларов. Предприятия с американским капиталом здесь производят мебель, оболочку для пищевых продуктов, собирают оптические приборы. Гродненщина отправляет за океан азотные удобрения, синтетические нити, оказывает транспортные услуги. Препятствием пока остается логистика. Страны разделяют более 8,5 тысяч километров. Но заинтересованность в развитии отношений есть. Точек соприкосновения много. Говорили о новых совместных проектах в гуманитарной сфере образования. Есть идея расширения сотрудничества в промышленности. Мы сегодня вот обсудили с главой дипломатической миссии американской возможности наши, где мы видим ближайшую перспективу, это развитие туризма, конечно. Туризма, логистики, сотрудничество в гуманитарной сфере. Благодаря введению безвизового режима Беларусь уже посетила в два раза больше американцев. Особенно нам интересен агроэкотуризм. Мы готовы поддерживать такие проекты. Также хотим сотрудничать с сферой информационных технологий. В Беларуси немало хорошо образованных молодых людей, которые конкурентоспособны на мировом рынке. Сирийский кризис и подготовку к встрече президента России и Турции обсудили Сергей Лавров и Мевлюд Чавушоглу. Глава турецкого МИДа принимал в Анталии своего российского коллегу, приехавшего на заседание российско-турецкой совместной группы стратегического планирования. На пресс-конференции Сергей Лавров раскритиковал решение США признать голландские высоты израильскими, а Чавушоглу заявил, что, признав суверенитет Израиля над голландами, США вновь проигнорировал международное право. Ранее он заявил, что статус голландских высот останется прежним. Большинство государств мира считают их частью Сирии. Под контроль Израиля они попали после шестидневной войны в 1967 году. Отвечая на вопросы журналистов, глава турецкого МИДа заявил также, что российские ракеты комплекса С-400 скоро будут поставлены в Турцию, несмотря на недовольство и давление США. Это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности. Наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями, это, в общем-то, по большому счету и весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене Соединенных Штатов. Нефтяная компания Саудовского королевства вслед за Total намерен приобрести, как сообщается, угол 30% акций в проекте по снижению газа «Арктик-СПГ». В начале марта францкая компания закрыла сделку на более чем 2,5 миллиарда долларов, приобретя 10%. В качестве акционера Total начнет финансировать проект стоимостью в 21 миллиард долларов. Кроме того, он выплатит «Новотеку» часть затрат. Накануне правительство России получило распоряжение выделить средства на строительство нового терминала для транспортировки сжиженного газа. Пуск первой линии «Арктик-СПГ-2» запланирован на 2023 год. Предполагается, что «Арктик-СПГ-2» будет производить не менее 18 миллионов тонн сжиженного газа в год. Неожиданное объявление голландского лоукостера «Вов-Эйр» о прекращении деятельности и отмене всех рейсов расстроило планы тысяч пассажиров. Им было рекомендовано купить билеты у других авиаперевозчиков и потребовать возмещения стоимости билетов. «Вов-Эйр» стал третьим европейским авиаперевозчиком, прекратившим полеты в текущем году. Новый застал людей врасплох. Основанную в 2011 году компания «Вов-Эйр» активно расширяла сеть маршрутов через Атлантику и внутри Европы, оказавшись в затруднительном финансовом положении, она пыталась найти выход за счет привлечения инвестиций. Руководство ввело в частности переговоры о слиянии с национальным исландским авиаперевозчиком «Исланд-Эйр». Как выяснилось, безрезультатно. Банкротство «Вов-Эйр» может оказать негативное влияние на исландскую экономику и особенно на туристическую индустрию. Около 40% желающих посетить Ирландию летают с «Вов-Эйр». Германия может столкнуться с дефицитом лекарств, если Великобритания и Евросоюз не удастся договорить об упорядоченности Брексита. Об этом сообщает ежедневная деловая газета, ссылаясь на письмо министра здравоохранения Германии, адресованной Еврокомиссией. Как поясняет министр, десятки тысяч лекарственных препаратов станут нелегальными, так как никакого механизма их лицензирования для продажи в Германии пока не выработано. Официально Великобритания покидает Евросоюз 29 марта. На саммите ЕС в Брюсселе неделю назад главы государств и правительства 27 согласились отложить Брексит до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку, или до 12 апреля, если этого не произойдет. Европарламент поддержал план улучшения качества воды в общественных местах и домах граждан Евросоюза. Ее и так почти всюду можно пить из-под крана. Это дешевле и лучше для окружающей среды, чем покупать бутилированные напитки. Теперь предложено уменьшить допустимый уровень присутствия в воде некоторых бактерий и загрязняющих веществ. Депутаты также проголосовали в Страсбурге за дополнительные меры по сокращению количества пластикового мусора. Еврокомиссия уверена, что провал в британском парламенте соглашения по Брекситу повысила вероятность неорганизованного выхода. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о созыве 10 апреля экстренного саммита ЕС по Брекситу. Брексель настаивает, что Лондон должен определиться с дальнейшими шагами по разводу с Евросоюзом. В соответствии с итогами прошлого саммита, в случае провала сделки в парламенте, Лондон должен до 12 апреля решить выйти из Евросоюза без соглашения, просить длительную осрочку как минимум на год с участием о выборах в Европарламенте в конце мая, либо начать подготовку к повторному референдуму. О высоком риске выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения заявили также и в Елисейском дворце. В администрации президента Франции Мануэля Макрона призывали Лондон срочно представить альтернативный план. Без позитивного выбора Брексит без сделки станет выбором по умолчанию. И этот вариант становится самым вероятным. Мы такого сценария развития событий никогда не хотели, но 27 стран-членов ЕС сейчас к этому готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова